Друзья, мы с вами находимся на выборах, в выборах Греции. Вот таким вот образом, приемные разные пункты, что это или школа, или детсадик. Именно здесь, по таким участкам, по всему городу, или по всей Греции проходят выборы. Разные кандидаты, друзья, на разном этаже. Ага, точно. Ага, точно. Ага, точно. Ага. Сейчас посмотрим. Наверное, кто выше, тот, тот, тот круче, да? Но они не рассчитали маленький факт, что некоторым людям трудно подниматься. Они раз просто зашли. Здесь, получается, каждый своих набирает, что ли. Какие вот выборы. Ну ладно, пойдем. Все тут. В принципе, все понятно. Вот здесь такие исторические персонажи висят. Ага. 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 Все понятно. Ага. 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 Все понятно. Круто они распределили. И смотри, какое попадало у тех, у кого фамилия там, моя, допустим. Самый наверх, да. Ага. И пока до него дойдешь проголосовать, такая старушка идет, пару ступеней прошла, думает, давайте выборы. Проголосуем-ка я здесь. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Так, друзья, что сказать, вот такие вот выборы в Греции, как вы видите, страна ждет. Коммунисты, радикалы и демократы, это минимум три. Потом произошла здесь такая ситуация, что радикалы объединились с коммунистами, то есть у них были белые флаги и красные флаги. Ну вот у них был предводитель, который... ...предводители, просто они, видать, одну тему затеяли. Ну, такой общак. Они поняли, что в одиночку не справиться, скорее всего, и решили объединиться и делать это уже вместе все. Так, пойдем туда тогда? Нам на Аристотеля. Вот. Такие вот дела, друзья. Что хочется сказать еще насчет этих выборов, чем они вообще отличаются, по крайней мере, как мне кажется. Я в никаких выборах не участвовал, но все равно, примерно, какое отличие есть. Дело в том, что здесь такая маленькая вещь. Вот мы сейчас, вот этот пункт, в котором мы только что были, чтобы его найти, мы опросили очень большое количество людей. Ну как большое количество, человек пять-шесть, то есть пришлось опросить. И самое интересное, что эти люди как бы как... Один человек, допустим, стоял на камере. Он там в середине стоит на камере, у него большая камера, он оператор. А рядом с ним какие-то люди стоят, скорее всего, тоже как-то связаны, может быть, они не с политикой связаны, скорее всего, они связаны, потому что если были с политикой, то точно бы знали. Они связаны или с телевидением, или с чем-то еще. Я у них, точнее не я, а Натали спросила, где тут проходят выборы. Они говорят, мы не знаем, где проходят выборы. Спросили они, хотя мы уже подумали, может быть, они вообще не сегодня эти выборы, потому что это были не первые люди, к кому мы подошли. Сказали, что да, выборы сегодня, то есть то, что выборы сегодня мы знаем, но где они проходят, мы не знаем, то есть такая ситуация. Вот. И главный, главный факт, чем отличаются эти выборы? Это тем, что эти люди реально у них спрашиваешь, кто будет ***, кто будет ***, а они говорят, мы не знаем, мы не знаем. И так продолжалось целую неделю, сколько я здесь был. То есть получается, они голосуют, то есть они реально идут на выборы и даже не знают, кто они ***. И чем в отличие? Тем, что, несмотря на то, что они не знают ***, они себе так спокойно ***, то есть можно сказать, не голосуют. В отличие от России, когда ты знаешь ***, несмотря на это, ты все равно идешь в этот пункт, как будто бы, если ты туда не пойдешь, без тебя что-то произойдет. Хотя давно уже все расписано, то есть никаких вариантов, конечно, нет. Вот. То есть тут два вывода. То есть или здесь живут полные идиоты, или же здесь на самом деле полная демократия. Вот такие вот дела. Ну что, друзья, смотрите «Отзор ТВ». Двигаемся дальше с ***. Мы находимся в Греции и участвуем в выборах. Мой предвыборный ролик я еще запишу, вы его услышите. Но, в принципе, у нее лозунг очень короткий, поэтому я его могу здесь повторить. Голосуйте за меня, я вас сделаю богатыми, знаменитыми и счастливыми. Спасибо.